Приветствую вас, позвольте ответить вам на вопрос позиции психологии, значит, смотрите, какая получается ситуация, то, о чем вы пишете, то есть, вот, наличие у вас домашнего животного, которое живет с вами уже 5 лет, это ваш собственный, как бы, питомец, это ваше собственное личное пространство, это то, как вы организовали свой быт до появления в вашей жизни девушки, и она, придя к вам домой, значит, зная, что у вас собака, ну, она обязана это принять, только в том случае, если у нее нет аллергии на нее, только если у нее нет каких-то особых обстоятельств, которые не позволяют ей жить вместе с псом. Во всех остальных случаях девушка обязана принять вашего домашнего питомца как часть вас, ну, своего рода как ребенка, то есть, вот, если мужчина, например, берет в зону девушку, у которой есть уже ребенок, то он, беря в зону девушку, значит, соглашается и опекать, оберегать и содержать и воспитывать ребенка. И девушка, соответственно, тоже, выходя замуж за мужчину, мужчину, у которого есть ребенок, обязуется, собственно говоря, ага, значит, воспитывать и ухаживать за ребенком, просто потому, что ребенок и ребенок, или же домашнее животное, это, по сути дела, то, что любит ее любимый человек, это то, что любит ее любимый, а значит, любит она. И не принимая что-то, что любит ее любимый, она не принимает молодого человека. Поэтому, если девочка хочет, чтобы вы избавились от собаки, то это означает лишь, что либо она манипулирует манипулирует вами и утоналивает свои условия, опять же, руководствуясь чувством страха вас потерять, чувством страха остаться, например, одной чувством страха, например, как-то унизит себя, если вы уйдете от нее вдруг. Вот. Либо она проверяет вас, насколько вы готовы идти на ее условия, либо она специально провоцирует такие вот обстоятельства для того, чтобы вы ее отолкнули в итоге, и чтобы на вас можно было свалить, значит, то есть вы расстали. Либо она вас не любит, а просто хочет принимать какие-то определенные моменты, связанные с вами, хочет принимать только определенные аспекты, связанные с вами, и не желает принимать и не желает принимать вас издалеку. И в этом случае выбор делает, конечно, только вам, но поскольку, если девочка как бы произвольно, осознанно ведет себя так, то вам решать хотите ли вы иметь рядом такого человека, который не принимает вас, не желает принимать вас и который, собственно говоря, преследует свои цели даже в ущерб вам. Кстати, этот человек готов принести участие в то, что вам дорого ради своих каких-то взглядов, да, ради своих каких-то целей, ради своего комфорта. Это неприемлемо для человека, который любит вас. Ну, априори, который априори любит вас. И, соответственно, здесь вы уже сами оказываетесь перед выбором, либо вы принимаете такое отношение к себе девушке и подчиняетесь ему, либо вы просто методично и спокойно отстаиваете свои границы, не позволяя ей их переступать, либо вы с этой девушкой расстаетесь. То есть, вот такие вот у вас есть три варианта решения задачи, решения ваших проблем. Другой вопрос. Видите ли, все ли, ну, вот эти вот полтора года, что вы были вместе, девушка определяет вам такие вот претензии? Или это началось после определенного периода? Если она изначально высказывала свое недовольство по поводу этого, но при этом жила все это время с вами, то почему вы только сейчас обратили на это внимание? Почему вы только сейчас написали нам этот вопрос? Если же она стала лишь как бы это время назад высказывать вам эту претензию, то также нужно выяснить, что заставило ее так себя вести, что поменялось у нее. Может быть, она действительно, как и сказала моя коллега, хочет за вас жам. Может быть, что-то еще. Может быть, ревнует, потому что ей не хватает внимания. Может быть, еще какие-то моменты, которые знаете только вы, исходя из того, что представляет из себя девушка. Но факт остается фактом, и эти нюансы следует прояснить, следует выяснить. Значит, и тогда, отвечая на ваш вопрос, следует сказать так. Так, исходя из моральных и психологических точек зрения, собаку в любом случае стоит оставить, потому что она любит вас. Вы, я уверен, любите ее и дрожите ей. Ага, девочка, если у нее нет особых проблем именно с собакой, должна, если она любит вас, это принять. Это позиция, знаете, независимая, это позиция такая, самостоятельная, это позиция человека, направленная на защиту своих собственных личных границ и на защиту своих собственных ценностей. Если же у вас есть другой взгляд, например, если вы считаете, что девочка имеет право так требовать от вас подобного, или если вы просто нуждаетесь в девушке и любой ценой хотите быть с ней, видя при этом, что она действительно готова, например, уйти от вас, если вы не выполните ее требования, то тогда, конечно же, что стоит собаку отдать. Но при этом иметь в виду, что это только первая ласточка, и что после этого девочка, скорее всего, будет требовать от вас все новых и новых условий, все новых и новых каких-то действий от вас, и будет выдвигать вам все новые и новые требования. И вопрос заключается в том, готовы ли вы к этому, осознаете ли вы, что это произойдет, и как вы к этому относитесь, то есть хотите ли вы этого или нет. Вот, пожалуй, точно можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам!